В рыбнице мужчина привязал себя к дереву, которое пилил и оказался в больнице. Сейчас он в отделении хирургии под наблюдением врачей. Как все произошло и как правильно пилить деревья, выясняла Наталья Ткачук. Ситуация банальная. Старая черешня росла во дворе. Глава семейства решил спилить сухие ветки. По лестнице залез наверх и бензопилой рубанул самую большую. Ветку спилил, но она осталась наверху. Чтобы ее стащить, привязал один конец троса к стволу, а второй к руке и дернул. Но что-то пошло не так, и спиленная ветка обломалась и упала в другую сторону. На тросе мужчину буквально подняло вверх. Соседняя ветка воткнулась бедолаге в грудь. Нет, нет, конечно, одному нет. Здесь надо 2-3 человека, чтобы кто-то тянул, а кто-то пилил внизу. Потому что это опасно. Конечно, опасно. Игорь Шпак работает в столичном спецзеленстрое. На своем веку спилил не одно дерево. Бензопилой, вручную, топором. Сегодня на смене спиливает высохший тополь высотой с 9-этажный дом на Бородинке. Работа сложная, с подъемником и бензопилами. Деревом занимается целая бригада. Она аварийная, опасная, потому что там люк не получается, и корни уже начали гнить. И он начинает вон по три ножка. А если бы упал, здесь все бы разрушило бы. Специалист говорит, то, что сделал житель Рыбницы, ни в какие рамки. Все правила элементарной безопасности нарушены. Пилить даже самое небольшое дерево или сухую ветку надо, строго соблюдая технику. Есть такая проговорка. Поспешишь, не идешь, не мешаешь. Надо спешить. Здесь лучше потихоньку, медленно, но зато удобно и безопасно. Рыбницкий хозяин черешни родился в рубашке. Говорят врачи. И называют счастливой случайностью то, что ни легкие, ни сосуды, ни нервные окончания не пострадали. В больнице рану обработали. Пару дней в хирургии и, вероятно, к концу недели выпишут домой. К слову, этот несчастный случай с садовой техникой за последний месяц уже третий. Не так давно тоже в Рыбнице мужчина попал под мотоблок, когда перепахивал огород. Перелом ноги, рваные раны голеней. Еще недели раньше в Григориопольском районе мужчина тоже попал под мотоблок и погиб. Наталья Ткачук, Леонид Мостак, ТСВ.